Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы увидите противостояние опыта и молодости. Опыт будет олицетворять 42-летний Константин Ильин, неоднократный чемпион Украины, победитель международных турниров, участник двух чемпионатов мира и Арнольд Классик 10-го года среди профессионалов. А молодость будет олицетворять 21-летний Алексей Новиков. Несмотря на юный возраст, Алексей уже является победителем многих турниров. И буквально в марте этого года на турнире Арнольд Классик в Коламбусе он занял второе место в соревнованиях по строгмену среди аматоров. Есть еще один интересный момент. Оказывается, в Украине есть две федерации. Федерации строгмена Украины и Федерации силового экстрима Украины. Так вот, в 16-м году Константин Ильин стал абсолютным чемпионом Украины по силовому экстриму, а Алексей Новиков по строгмену. И сейчас впервые в истории в очном противостоянии встретились два сильнейших строгмена Украины, чтобы выяснить, кто является лучшим из лучших. Поехали! Продолжение следует... Давай-давай-давай! Продолжение следует... Штага весом 350 кг. Попытка восстановления тренировок Украины в богатырской тяге. Продолжение следует... Продолжение следует... Константин Ильин! 370 кг! Установление рекорда Украины, мне кажется, я сегодня уже произносил это раз 400. 380 кг! Алексей Новиков! Давай! Давай, давай! Можно? Пошел! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Я был готов сегодня поднимать 400, но оставлю на следующий раз, когда спортсмены подрастут. Растите соперников для Константина! Ваши бурные аплодисменты! Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Доша, хороший кем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сумасшедший результат! Друзья, поддержим Константина Ильина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протяжении 7 минуты атлеты шли ноздря в ноздрю, но на последних секундах Ильин вырвал победу. Теперь новый рекорд Украины в упражнении луглифт 140 кг за минуту равен 9 повторениям. Кроме Новикова, 8 раз поднял бревно Михаил Ходяков, поэтому 7 баллов у Ильина и 5 с половиной у Новикова. Разрыв 1,5 балла. По итогу двух упражнений Ильин опережает Новикова на 3 балла. Смотрим, что будет дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много быстрее, Алексей Новикова проходится вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новикова выигрывает эстафету и отыгрывает у Ильина 2 балла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, после трех упражнений Ильин ведет с минимальным перевесом 1 балл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И снова Ильин выигрывает, и разрыв между ними и Новиковым становится равным 2 баллам. Соответственно, для того, чтобы стать самым сильным человеком Украины, Новикову нужно не просто опережать Ильина, но и чтобы между ним и Ильинным в турнирной таблице вклинилось как минимум 2 человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Константин Ильин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последняя минута соревнований! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте аплодировать, шумеет Белетона! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперед, ребятки! Даешь результат, даешь лучший результат! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, результат Константина Ильина 7 раз. Алексей Новиков 8 раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Розовый призер Михаил Ханяков! Второе место Новикап Алексей! И первое место Костантин Ильин! Чемпион Украины в супертяжелом весе! Человек, который подтвердил, защитил свое звание самого сильного человека в Украине! Костантин Ильин, город Чернавцы! И так, друзья, Константин Ильин защитил титул абсолютного чемпиона Украины по силовому экстриму. И звание самый сильный человек Украины. Подписывайтесь на канал Хэвиспорт. Будет интересно.